Окей. Смотрите, у нас сегодня 10 шагов создания чат-бота в Telegram. Я буду демонстрировать экран. И поскольку мы с вами включили запись у вашего друга чат-бота, эту запись можно будет запросить. Поэтому, в принципе, если вы сейчас себе что-то будете пошагово фиксировать, какую-то логику действий, и еще параллельно на компьютере успевать за мной это повторять и делать, вы вообще супергерои. Тогда у вас через 30 минут уже будет ваш первый чат-бот, если вы никогда это не создавали. Если нет у вас возможности параллельно что-то делать на компьютере, просто тогда смотрим за моими действиями, себе что-то фиксируем, потом можно будет к этой записи вернуться и уже параллельно вместе со мной, ставя где-то на паузы, где вам важно собрать. Так, мы сегодня не обсуждаем, зачем нужен чат-бот. Мне кажется, это уже понятно. Судя по тому, тем более, как все сейчас уходят в Telegram, это вообще необходимость номер один. И мы попросили перед стартом встречи вас зарегистрироваться в SendPools. В рассылке мы указали эту информацию. Поэтому, кто сейчас параллельно со мной на компьютере будет собирать чат-бота, мы это будем делать через SendPools. SendPools – это рассылочный сервис. Если вы им еще не пользовались, ничего страшного. Мы, в принципе, все наши следующие встречи тоже будем посвящать верстке письма в SendPools, триггерным цепочкам, автоматическим рассылкам в SendPools. И дальше мы будем собирать и чат-бота в ВКонтакте через SendPools, и в WhatsApp через SendPools. Поэтому, в принципе, рекомендую вам на этот сервис обратить внимание. Если пока не обращали, ничего страшного, я вам покажу какие-то базовые вещи, как им пользоваться. Соответственно, шаг номер один – это у нас с вами регистрация в SendPools. Я уже здесь зарегистрирована, поэтому я уже внутри нахожусь в своем личном кабинете в SendPools. И я вам просто буду показывать шаг за шагом, на какие кнопки мы нажимаем. Вы потом сможете эту логику повторить, либо повторяйте вместе со мной, если вы, соответственно, находитесь сейчас за компьютером. Вот после того, как вы зарегистрировались, у нас с вами появляется вот здесь вот сверху поле рассылки, чат-боты, CRM, сайты, push, SMTP, проверка e-mail. Нас с вами сегодня на нашей встрече интересует вот эта кнопка под названием чат-боты. Я сейчас вам на нее показываю. И, соответственно, мы с вами переходим на нее. И здесь, скорее всего, если вы создаете первого, у вас сразу будет вот такое вот окно с разными вариантами, какого создать бота. Бота в Facebook, бота в WhatsApp, в Instagram или ВКонтакте. И поскольку у меня уже разный набор ботов, экран у меня выглядит немного по-другому, у вас просто будет история, когда вы нажмете на кнопку чат-боты, и вам будет написано подключить каналы, кто параллельно со мной делает. Можете сразу, в принципе, проделывать эту работу, чтобы не терять эти 30 минут. И нас с вами сегодня интересует Telegram, и здесь мы нажимаем такую зеленую кнопку подключить, и он нас сразу запрашивает некий ключ доступа или токен-бота. Вот, это первый шаг. То есть первый шаг – зарегистрировали сэндпулс, перешли во вкладку чат-боты и пишем «добавить чат-бота в Telegram». Все, пока ничего сложного, я искренне надеюсь, что нет. Второй шаг, да, то есть он нас запрашивает некий ключ доступа, где его брать. Итак, мы, соответственно, вторым шагом с вами уходим в Telegram. Надеюсь, вы сейчас видите мое окно в Telegram. И мы с вами в Telegram должны найти вот такой аккаунт, который называется BotFaza. Отец, бототец, не знаю, как угодно это можете переводить. Сейчас я вас попрошу для себя там либо сделать скрин, либо если вы с ручкой, с листочком, сразу записать, либо если у вас параллельно на телефоне или на компьютере открыт Telegram, прямо сразу зайти, найти в поисковике вот это словосочетание и сразу ввести, чтобы у вас всегда вот этот вот ваш помощник, ваша правая рука при создании любого чат-бота в Telegram, чтобы он у вас всегда теперь был в вашем списке контакт. Значит, соответственно, после того, как мы вот зашли, вот рекомендую сразу, еще раз повторю, параллельно со мной это делать, после того, как мы зашли вот в этот самый бот, у нас здесь есть с вами несколько моментов. У нас есть классическая строка сообщений, где мы можем начать что-то писать. И есть слева менюшка. Вот я надеюсь, вы видите вот это вот синее окно, на которое мы с вами можем нажать. Давайте пойдем и первым путем, и вторым. Соответственно, я сейчас нажимаю на менюшку, и он мне выдает какой-то список команд. Вот эти менюшки мы тоже сегодня, кстати, научимся с вами делать. Меня интересует команда под названием новый бот. Либо я могу просто вот нажать в строке сообщений слэш, и, как вы видите, у меня, грубо говоря, та же самая менюшка появляется. Нас сегодня интересует базовый первый шаг – это новый бот, создать нового бота. Все, я выбираю эту команду, и мне говорят, окей, все нормально, давай вместе создадим нового бота, давай придумаем ему имя. Ну, например, у вас какая-нибудь там, допустим, не знаю, ну, раз Мила зашла, у меня слово почему-то «Ростов» в голове появилось, ну, давайте какой-нибудь у нас будет там «Ростов Супер Бот», предположим. «Ростов Супер», ну, давайте пока «Ростов Супер», он говорит, хорошо, все нормально, давай теперь это же самое имя, к нему еще добавим слово «бот». Ну, вот, например, «Тетрис Бот» или там «Тетрис Нижнее Подчеркивание Бот». Давайте вот мы с вами берем, пишем «Ростов Супер» и слово «бот». «Ростов Супер Бот». Все, нас поздравляет сейчас, значит, наш помощник, говорит, что все в порядке, такое имя еще никто не использовал. Если вы задали какое-то имя, которое уже кто-то использовал, он вам об этом сообщит, скажет, все хорошо, вы на правильном пути, но это имя бота уже занято, поэтому давайте выберем какое-то другое. Вам нужно будет поиграть со словами, попереставлять. В принципе, здесь вы можете какое угодно количество попыток делать. Самое главное, нас интересуют вот эти вот красные цифры, вот этот красный набор цифр, это и есть наш с вами ключ доступа. Все, наша задача его с вами скопировать, то есть, видите, я нажимаю на него правой клавишей и выбираю «Копировать код». Все, он в буфер обмена у меня скопировался. Я перехожу, возвращаюсь обратно на страницу SendPulse, вставляю его сюда и пишу «Подключить». Давайте смотреть, что происходит. Надеюсь, кто-то со мной параллельно проделывает то же самое, и у него еще все и получается. Да, у меня почему-то они не красные, а синие. Не важно, самое главное, что нам нужно их скопировать и перенести в это окошко. Вот, они могут быть любого цвета, просто выделяем, тогда их и копируем. Вот, да, Наталья, спасибо за комментарий, я рада, что вы, значит, там что-то со мной делаете параллельно, это уже хорошие новости. Смотрите, после того, как я вставила, он мне говорит о том, что я ожидаю подписку, да, видите, на заднем окне, и спрашивает, хотите разрешить этой странице открыть приложение Telegram? Да, хочу разрешить. Все, я попала в Ростов Супербот. Все, я поздравляю вас, уже на втором шаге у вас есть чат-бот. Уже на втором. Значит, что мы здесь у него пока что видим? Мы видим название Ростов Супер, мы видим, что это бот, мы видим пока какую-то автоматическую картинку, которая появилась сама по себе. Арина, все нормально, пока просто наблюдайте за тем, что я тогда делаю, нажимаю, потом в записи сядете и просто меня будете ставить на паузу и делать этот шаг. Смотреть, ставить на паузу, делать этот шаг. Я стараюсь, конечно, чуть подольше каждый шаг рассказывать, чтобы вы смогли создать своего первого бота. Видите, много там дополнительных фразочек вставляю. Но если вы не успеваете, с вами все хорошо. Я просто уже делаю не знаю какого по счету, поэтому как будто бы кажется, что я делаю быстро. Но на самом деле мы с вами пока что просто сделали парочку действий. Хорошо, смотрите. И у нас с вами, да, вот есть такая надпись, здесь пока ничего нет. На самом деле мы с вами сможем сюда добавить описание, сейчас расскажу чуть позже. И у нас есть с вами кнопка начать. Смотрите, я нажимаю кнопку начать, что происходит. Значит, мне пишут, вы подписались на бота, новые сообщения скоро будут, оставайтесь на связи, чтобы отписаться, напишите в этот чат стоп или отписаться. Вот это все серия каких-то стандартных программированных ответов, которые мы можем настроить под себя. Но мы пока с вами не уходим в настройку этих ответов. Мы пока с вами на этом же шаге занимаемся немножечко оформлением нашего бота. Что мы можем сделать в базе, прям в базе, что я рекомендую точно сделать всем, это сменить картиночку, чтобы не было вот этой буквы R, а был либо ваш логотипчик, либо что-то там, я не знаю, какой-то герой, если у вас есть там еще что-то. Чтобы сменить картинку, давайте, внимание, мы возвращаемся уже в наш любимый вот этот вот bot father, bot отец. И также либо через менюшечку, либо через слэш мы выбираем команду сменить картинку. Вот она, set user pic. Извиняюсь за свое произношение английских слов, но какое есть. Итак, я нажимаю сменить картинку. Он говорит, хорошо, где вы хотите сменить картинку? Поскольку на этом аккаунте у меня три сейчас бота, я говорю, я хочу сменить на Rostov SuperBot. Он говорит мне сейчас что? Все, отлично, вышлите мне фотку, которую мы с вами поставим на заставку. То есть мы с вами буквально берем и сюда перетаскиваем картинку, ну или прикрепляем картинку. Ну, собственно, как мы обычно обмениваемся фотками друг с другом в Телеграме. Давайте я возьму прям любую с рабочего стола и ему вышлю. Попробуем, да? Итак, я высылаю ему картинку. Он говорит, супер, я вас поздравляю. Картинка прикрепилась. Он может вам сказать, что картинка тяжелая, значит, вам ее нужно облегчить. Есть специальные сервисы у нас в интернете. Прямо в гугле вбивайте, как сжать картинку, если вдруг вы ни разу этого не делали. Заходите, загружаете свою картинку, нажимаете ОК, у вас автоматически качество не ухудшается, а сам вес уменьшается. Вам достаточно будет этого для того, чтобы сменить картинку в вашем Телеграм-боте. Все, возвращаемся обратно и проверяем. Вот смотрите, я зашла обратно в Ростов-Супер-бот, и как вы видите, у меня сменилась картинка. Все, соответственно, мы с вами базовые действия сделали. Я вас поздравляю, второй шаг пройден. У вас теперь есть свой чат-бот, у которого есть имя и у которого есть какая-то вообще картинка, некая. Теперь давайте дальше, шаг третий. Шаг третий, как вы заметили, когда мы с вами нажали начать или старт, он нам выдал какой-то текст. Вы подписались на бота, новые сообщения скоро будут, оставайтесь на связи. Вам наверняка хочется этот текст сменить. Все. Мы с вами уходим уже в работу с текстами. Возвращаемся вот сюда в SendPools. И давайте посмотрим, как здесь все устроено внутри. Вот у нас на самом деле здесь, чем мне нравится SendPools по сравнению с другими рассылочными сервисами, да простят меня Unisender, MailChimp, GetResponse и прочие, мне кажется, он самый такой комфортный для пользователя. И здесь, соответственно, все достаточно интуитивно, логично. Если мы с вами хотим сменить приветственную серию, нам нужно зайти вот сюда, в это окно, приветственная серия. Итак, я захожу… Ой, можно? Да, да, да. У меня картинка, у меня JPEG было. Он мне говорит, пришлите фото, не файл. Я что-то не пойму, что не так я делала. Все нормально. У нас в Телеграме есть две функции – выслать фото и выслать фото файлом. Скорее всего, вы выслали фото файлом. То есть вы прикрепляли как файл, а не как картинку. Можно отдельно потом остаться. Я быстро вам за три минуты покажу, что с этим делать. Все нормально. Либо попробуйте еще раз параллельно, пока я там делаю второй-третий шаг, попробуйте еще раз прикрепить, выслать фоткой. А вы с компьютера или с телефона работаете? Компьютера. Компьютера, отлично. Ну, давайте еще раз. Допустим, вот смотрите, я беру какую-то картинку. Вот обратите внимание, что я сейчас делаю. Видите, я беру картинку, и когда я перетаскиваю в поле Телеграма, здесь два варианта. Перетащите файлы без сжатия и перетащите файлы быстрым способом. Если вы выбираете «перетащите файлы без сжатия», у вас будет история про то, что вы выслали файл, вышлите картинку. Вам нужно вот сюда, вот вниз, быстрым способом. Наталья, видите это у себя на компьютере? Когда картинку перетаскиваете в поле Телеграма, появляются у вас эти два поля? Пока что-то не очень. Что-то не очень, хорошо. Тогда мы останемся вместе. Вы включите мне свой экран, и мы с вами посмотрим. Настроим его вместе тогда. Хорошо, давайте смотреть. Значит, мы с вами проваливаемся в приветственную серию. Давайте вот так вот, когда я нажимаю на эту кнопку, у нас открывается вот это окошко. Мы видим, что приветственная серия выглядит так. Вы подписались на бота, новые сообщения скоро будут, оставайтесь на связи и так далее. Мы хотим изменить текст, поэтому мы нажимаем поле «Редактировать цепочку». Итак, когда мы нажали поле «Редактировать цепочку», мы переходим уже в редактор, редактор сентпульса. Здесь, собственно, тоже управление интуитивное. Давайте мы с вами попробуем нажать на вот это стартовое сообщение и посмотреть, что оно состоит из блоков. Блок 1, блок 2, блок 3. Эти блоки мы можем удалять. Смотрите внимательно на экран. Вот здесь вот, когда я навожу на блок, появляется корзиночка. Я, допустим, хочу удалить этот блок и этот блок. Мне достаточно, если вот будет одно окно. И здесь я могу написать свой текст. Более того, я могу здесь использовать смайлы, как вы видите. То есть я могу сюда поставить любой смайл, написать «Привет, дорогой друг». Меня зовут, не знаю, как мы назвали, Ростов-Супер. Неважно сейчас, какой мы напишем текст. Меня зовут Ростов-Супер. Люблю тебя. Ну и что-нибудь еще. Неважно, что вы здесь напишете. Ну, в смысле, важно, конечно. Наша сейчас задача просто понять, как формируется приветственная серия. Конечно, хорошо, если вы расскажете, кто вы, для чего этот блок, что он умеет делать. Но вот моя задача вам показать, что вы сюда можете написать любой текст. Люблю тебя. Что я умею делать, я тебе расскажу позже. А пока желаю тебе хорошего вечера. Ну, предположим, да, вот такой вот у нас смешной, глупый, ни к чему не ведущий текст. И мы вот здесь вот внизу нажимаем кнопку «Применить». Мы пока не смотрим дополнительные функции, ждать ответ подписчика, из чего действие, фильтр, запрос API. Мы пока не смотрим. Мы собираем прям супер базовый сегодня бот. Все. Окей. Мы нажимаем «Применить». Применить. И вот здесь вот сверху пишем «Сохранить». Все готово. У нас поменялся текст. Мы можем выйти из редактора. И теперь можем вернуться в нашего чат-бота и проверить, насколько все это дело сработало. Чтобы проверить, нам нужно с вами отписаться и затем подписаться снова, потому что это приветственная серия. Она работает один раз, только при стартовой подписке. Смотрите, я нажимаю «Старт», то есть заново подписываюсь. И что мы с вами видим? Выходит тот самый текст, который мы написали. «Привет, дорогой друг. Меня зовут Ростов Супер. Люблю тебя. Что я умею делать? Я тебе расскажу позже. Пока желаю тебе хорошего вечера». Вот. Соответственно, мы с вами таким образом программируем приветственную серию. Ее можно программировать из нескольких сообщений, можно из одного. Для того, чтобы написать несколько сообщений в приветственной серии, давайте еще раз вам быстро покажу, можно зайти в «Редактировать цепочку». И можно сделать несколько действий. Можно вот в этом же самом сообщении, смотрите, мы написали первый блок, дальше мы пишем «Добавить еще один текст». Например, «Сегодня состоится встреча в таком-то пространстве в 16.00, вход по паспорту». Все. Предположим, мы хотим еще добавить текст. Не забудь хорошее настроение и много улыбок. Отлично. Еще мы хотим добавить текст. Или там картинку мы хотим добавить. Или там файл прикрепить. Можно там пройти в… Не знаю, давайте файл добавим. Например, также любую картинку мы сюда перетаскиваем. Например, вы хотите сюда прикрепить логотип, карту, как пройти до вашего места, фотографию вашей команды. Все зависит от той логики, которую вы выстраиваете. Все. Я нажимаю «Применить». «Применить» и обязательно сохраняемся мы хорошие. Не забываем это делать. Готово выйти. Давайте проверим, что у нас получилось. Опять я отписываюсь от бота. Заново подписываюсь на приветственную серию. И смотрите, он мне сразу вываливает. «Привет, дорогой друг. Сегодня состоится встреча. Не забудь хорошее настроение». И какую-то фотку. С одной стороны, некомфортно, что на меня вывалилось сразу все. Я еще не успела прочитать первое сообщение. И для этого тоже есть быстрое решение. Я вам сейчас покажу. В том же самом редакторе. Здесь же мы нажимаем на это сообщение. И вот здесь есть такая, когда мы пишем «Добавить», есть такая функция, называется «Задержка». Задержка, ну, например, давайте, вот смотрите, видите, стрелочка. Я могу блок подвинуть. Подвинуть. Например, поставить между первым и вторым, чтобы текст второй появлялся не сразу, а, например, через 3 секунды. Дальше могу еще раз добавить задержку, поднять ее наверх после второго сообщения. Я хочу, чтобы текст показывался через 4 секунды. И пишу «Применить», «Сохранить». Все. Давайте проверяем, как это выглядит в практике. Я снова отписываюсь от нашего с вами бота и снова подписываюсь на приветственную серию. Смотрите, сейчас мы с вами поставили задержку между сообщениями 3 секунды и 4 секунды. Как это выглядит? Посмотрите, пожалуйста, на мой экран. Нажимаю старт. Вот мои руки. Я ничего не делаю. Он сам через 3 и 4 секунды, соответственно, всылает сообщение. Все. Этот функционал я вам тоже рассказала. Вам его для базы хватит. Вот пока его для базы достаточно. Это третий шаг – сформировать приветственную серию. Все. Вы ее сформировали. Вы рассказали, почему человек сюда попал. Выслали ему ссылку на мероприятие, если у вас регистрация на мероприятие идет через чат-бот. В общем, с ним начали какую-то коммуникацию. Дальше. Второй важный момент. Вторая важная функция. Вы ее здесь видите на экране. Называется стандартный ответ. Что такое стандартный ответ? Когда вам человек чат-боту отвечает что-то, о чем чат-бот не подозревает, высылает смайл, пишет спасибо, спрашивает, где найти материалы, в общем, задает какой-то вопрос, а чат-бот не знает на него ответ, он всегда отвечает стандартно. Всегда. И вот этот стандартный ответ вы можете запрограммировать. Смотрите, я нажимаю на кнопку «стандартный ответ». Здесь сразу стоит такая заглушка, как правило, мы отвечаем в течение одного дня. Можете ее оставить. Можете опять редактировать цепочку и здесь что-нибудь написать из серии. Я, ну, типа, не забывайте, что я бот. И я еще знаю не все. Поэтому я ушел искать ответ. Все. Применить мы уже с вами умеем это делать. Сохранить. И выходим отсюда. И давайте представим, что в наш бот «Ростов Супер» кто-то написал «Как дела?» Он нам пишет. Не забывайте, что я бот. Я еще знаю не все. Поэтому я ушел искать ответ. Все. Как вы узнаете... Ну, например, человек вам зарадовал какой-то важный вопрос. А где найти запись эфира? Запись эфира. А, важный, кстати, момент. Смотрите. Ему ничего не приходит. Сейчас объясню, почему. Вот здесь вот в настройках, видите, есть такая штука, как 5 минут. Это значит, что бот реагирует на сообщения от одного конкретного человека раз в 5 минут. Если он пишет вам кучу вопросов в течение 5 минут, бот не будет каждый раз ему выдавать одну и ту же заглушку. Но это тоже можно настроить. Вы вот здесь вот нажимаете «Редактировать триггер». Видите, здесь повторный вызов. Игнорировать вот одинаковых команд и выполнять не менее, не чаще, чем раз в 5 минут. Мы с вами можем это убрать. 0 минут я поставил «Сохранить». Все, мы сохранились. Давайте я пишу боту ку-ку. Он пишет. Не забывайте, что я бот. Я еще знаю не все. Как это не все? Не забывайте, что я бот. Я еще знаю не все. Понимаете, да? То есть вы можете вот здесь вот редактировать, как часто человеку приходит этот стандартный ответ. Теперь, это у нас с вами четвертый шаг, запрограммировать стандартный ответ. И шаг номер 5 у нас с вами понять, а где вообще смотреть, пишут ли нам что-то люди, какие-то дополнительные вопросы. Обращая внимание ваше на свой экран, вот здесь у меня в правом окошке есть такая штука, называется чаты. И вот здесь мы с вами видим, что у меня 45 каких-то чатов открыты. Давайте я нажму на эту кнопку и покажу вам, что здесь как раз мы можем с вами смотреть, кто с нами и каким образом коммуницирует. Вы даже себя можете здесь увидеть. Скорее всего, вы писали слово «ссылка» сегодня. Видите, да, чат-боту? И вот здесь вот я вижу вас всех-всех-всех, кто что, когда, с каким чат-ботом, каким образом коммуницировал. Вот смотрите, вы видите, что первое верхнее сообщение от некой Виктории, то есть от меня, которая каким-то образом коммуницирует с чат-ботом «Ростов супер». Вот, видите, я на себя нажимаю, я вижу, что коммуникация идет в чате «Ростов супер», и я могу отслеживать всю историю. Видите, я могу смотреть, что ее Виктория подписалась-отписалась, 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 задала мне какие-то вопросы, и я, например, уже как администратор могу ей ответить. Виктория, прямо отсюда, из этого окна, хватит маяться дурью. Идите, поработайте уже. Идите, поработайте уже. Отправить. Давайте проверять. Заходим в чат-бот. Мне, видите, секунда в секунду, без всяких задержек, приходит сообщение от «Ростов супер», «Виктория, хватит маяться дурью, идите, поработайте уже». Вот, то есть это пятый шаг, регулярно отслеживать коммуникацию с вашими клиентами. Здесь у нас с вами, если будут прилетать какие-то дополнительные вопросы, на которые чат-бот не знает ответы, они будут приходить вам и на почту, чтобы вы оперативно отслеживали, что открылся какой-то новый чат и новый диалог. Либо, если вы постоянно находитесь в коммуникации с вашими клиентами, вы можете поставить приложение себе на телефон SendPools, из приложения тоже поставить уведомление на нем, вы будете видеть, кто вам пишет дополнительные вопросы, и, соответственно, сразу из приложения отвечать от лица чат-бота. Вот, это пятый шаг, это поддержка у нас с вами коммуникации, с нашими пользователями, с нашими с вами клиентами. Значит, дальше. Следующий у нас с вами шаг, это шаг под названием триггеры, который мы с вами тоже сейчас быстро посмотрим. Что такое триггеры? Например, да, вот смотрите, вы сегодня, сегодня вам рафтинг-бот сказал, друзья, хотите прийти на мероприятие, напишите мне в ответ слово ссылка. Когда вы написали в ответ слово ссылка, вам эта ссылка пришла. Слово ссылка – это триггер. Вы можете настраивать любые триггеры на любые слова. Например, вы можете сказать, если ты хочешь получить какие-то материалы, напиши мне в ответ слово материалы. Как нам с вами запрограммировать триггеры? У нас вот здесь прямо есть синяя кнопка, называется создать новый триггер. Мы нажимаем на эту кнопку создать новый триггер, и, допустим, мы его с вами назовем расписание. Допустим, человек хочет узнать расписание мероприятий. Расписание. Все. Повторный вызов. Сразу ставим 0 минут. Ну, то есть без ограничений он может постоянно писать. Расписание, расписание, расписание. Тревожный может быть человек, постоянно хочет каждую секунду, что ему приходило расписание. Зачем-то. Все. И мы с вами нажимаем кнопку добавить. И нам что сразу предлагает SendPulse? К триггеру расписания не привязана ни одна цепочка. То есть если сейчас человек напишет слово расписание, то ему chatbot ответит, я bot, я не знаю какой команды, я пойду подумаю над ответом. Но чтобы запустилась та серия событий, которую мы хотим, нам нужно нажать создать цепочку. Мы нажимаем создать цепочку, и попадаем в уже известное нам окно. И здесь мы можем сказать, мне очень приятно, что ты интересуешься нашими событиями. Вот наше расписание. Вот наше расписание. Допустим, оно у вас на Google Диске. Добавляем смайлик ему еще какой-нибудь, чтобы он там обрадовался. Допустим, оно у вас на Google Диске, и вы хотите прикрепить ссылкой его. Давайте берем любую с вами ссылку. Не знаю, давайте, вот у меня что под рукой. ОРОРО ТВ, например, мы хотим, чтобы, неважно сейчас, да. Мы, допустим, с вами скопировали любую ссылку. Возвращаемся сюда в окно. Видите, здесь есть такой функционал добавить кнопку. Нажимаем добавить кнопку, текст на кнопке, скачать расписание или открыть расписание. И вот здесь вот есть такая штука, называется ссылка. Нажимаем ссылка и прикрепляем ее. Добавить. Все. Выглядит, слева смотрим, вот таким образом. Мне очень приятно, что ты интересуешься нашими событиями. Вот наше расписание, скачать расписание. Применить. Сохранить. Не забываем. И переходим в наш с вами Ростов-Бо для того, чтобы проверить. Теперь я пишу, допустим, слово расписание. Что? Ничего не происходит. Расписание. Привет. Ку-ку. Я знаю, почему ничего не происходит. Смотрите. Лайфхак. Хорошо, что ничего не происходит. Как только вы не чат-ботом, а администратором вступили в коммуникацию с клиентом, как это сделала я, вот через вот это дополнительное окошко, у нас с вами на какое-то время приостанавливается работа чат-бота, обычно на 60 минут. Поэтому мы переходим с вами вот сюда в окошко аудитория. Прям можете себе под запись, можете потом пересмотреть ролик. Переходим в окошко аудитория. Сразу, кстати, это был седьмой шаг изучить, а где у вас аудитория, кто на вас подписан, когда они подписались, чем они занимаются и так далее. Мы с вами видим, что у нас есть там некая Виктория. Она, кстати говоря, еще и владелец вообще плюс ко всему. Мы прямо из этого окошка можем начать с ней какой-то чат и коммуникацию. Мы видим, что по ней авторассылки остановлены по какой-то причине. Давайте посмотрим, что мы с ней можем сделать. Мы можем так вот... А, ну видите, я владелец. Смотрите, сейчас вам быстро не покажу. Мне нужно подписаться тогда с другого аккаунта, либо кому-то из вас нужно подписаться с другого аккаунта, потому что я себя не могу корректировать, потому что я же и владелец бота. Как только у вас здесь появляется не владелец бота, а какой-то другой человек, у вас вот эта вот кнопка становится активной, и вы можете нажать снова продолжить рассылки. Вот, это уже детали. Детали. Сейчас ничего страшного у нас с вами не произошло. Все в порядке. Рассылки авто восстановятся через 60 минут автоматически, но и вы их можете включать руками, если вдруг они отключились у одного конкретного человека. Вот, я вам не могу показать, потому что я же и владелец. Но отдельно сможем потом сделать еще дополнительные эфиры по дополнительным функциям, что еще можно внедрить в чат-бота. Пока хотя бы сделайте базу. Все. Седьмой шаг мы тоже посмотрели, как изучать аудиторию. Вика, если что, я подписалась. Так, хорошо. Спасибо, Ир, что подписалась. Сейчас мы пройдем три шага. У нас уже с вами ограничено время, так скажем, на вопросы. В любом случае, мы с вами на связи придумаем, если здесь у вас будут какие-то проблемы, сделаем доп.эфир, посмотрим на дополнительные функции, потому что их здесь много, и еще раз пройдем какие-то пути. Дальше, смотрите, возвращаемся вот сюда в структуру бота. Восьмой шаг, о котором мы с вами хотим сегодня еще быстро поговорить, это рассылки. Как нам, наших клиентов, наших подписчиков уведомлять о том, что можно посмотреть расписание, скачать материалы, что будет новый вебинар. Мы с вами можем взять и сделать новую рассылку. Новая рассылка, вот здесь мы выбираем нашего бота. Это бот под названием Ростов Супер. И мы, например, пишем какой-то текст, например, там, привет, завтра приходи на встречу, завтра приходи на встречу. Также можно прикреплять сразу ссылку, то есть кнопку с какой-то ссылкой на эту встречу, если вы сразу хотите прикрепить Zoom. И пишите далее. Отправить сейчас, либо отправить позже. Вы можете запрогнозировать, что эта рассылка придет через час, завтра, через 10 дней. То есть вы заранее можете какую-то структуру рассылок придумать. Ну, например, отправить сейчас, отправить рассылку. Сейчас посмотрим, придет мне рассылка или нет. Давайте перейдем в Ростов Бот. Да, смотрите, автоматически, автоматически, минута в минуту, привет, завтра приходи на встречу. Точнее, секунда в секунду. Вот. Дальше. Этот шаг я вам показала, как можно делать рассылочки еще. Что еще я вам хотела сказать? Так, про чат и коммуникацию с клиентами сказала, про аудиторию сказала, про рассылки сказала, про триггеры сказала. Восемь шагов мы с вами прошли. Шаг номер девять. Хотела вам еще показать функционал под названием меню. Вот оно здесь у нас находится. Структура бота, аудитория, статистика, меню. Как вы помните, у нас вот здесь, вот у Botfather была вот такая менюшечка, была, да? То есть человек может нажать на меню, и ему предлагаются варианты. Там нового бота создать и так далее. Вам удобно в будущем, безусловно, выбирать какую-то структуру. Например, здесь можно скачать записи вебинаров, здесь можно записаться на встречу, здесь можно посмотреть расписание, здесь можно сделать пожертвование, здесь можно обратиться к консультанту. То есть, конечно, хорошо бы, чтобы у человека перед глазами было меню. Как его сделать? Давайте мы с вами посмотрим вот этот функционал под названием меню. Я в него захожу. Тоже все очень просто, все интуитивно. Добавить элемент. Я хочу, чтобы у меня была такая штука, как расписание. Как расписание. Расписание. А здесь обязательно я латинскими цифрами ввожу слово расписание и описание команды. Расписание. Здесь уже можно на русском для нашего с вами клиента. И он спрашивает, когда человек нажимает на расписание, какую ему запустить цепочку. Нужно ему запустить цепочку расписания. Все. Добавить. Сохранить. Проверяем нашего чат-бота. У нас, видите, автоматически появилась менюшечка. Я вас с этим поздравляю. Мы на нее нажимаем. И пока видим только один функционал. Расписание. Нажимаем на него. Как вы помните, я пока отключена от рассылок. Ир, я думаю, если ты сейчас нажмешь на расписание, тебе оно придет, потому что ты пока не отключена от рассылок в отличие от владельца бота. Ну и сейчас перейдем к ответам на вопросы. Ты скажешь, да, получилось ли у тебя попасть в расписание, запустилась ли автоматически эта цепочка. В любом случае, этот девятый шаг мы посмотрели. Можно собрать менюшку. Расписание, материалы, записи, вебинары, горячая линия, ответы на вопросы. Все зависит от того, какую цель вы задаете боту, как вы хотите коммуницировать с клиентом, что вы хотите себе упростить, в чем вы себе хотите упростить жизнь и так далее. Ну и давайте последний, десятый шаг. Как рассказать людям, что у вас теперь есть чат-бот, то есть как на него подписаться. Смотрите, все достаточно просто. Это просто у нас с вами аккаунт в Телеграме, поэтому смотрим на мой Телеграм. Мы с вами заходим вот сюда, вот в Ростов. Так, прошу прощения, куда-то я резко вылетела и снова, слава богу, появилась. Итак, смотрите, я возвращаюсь в то, как рассказать людям, где ссылка на вашего чат-бота. Мы с вами заходим в аккаунт этого чат-бота у нас в Телеграме, нажимаем на него и вот наша ссылочка. Имя пользователя. Ростов Супер-бот, нажимаем на кнопочку копировать, скопировано в буфер обмена и вставляем в браузере. Ну, например, давайте проверим, да, если я вставляю в браузере, что происходит. Да, он меня сразу переводит в Телеграм на этого чат-бота. Вот, поэтому вот эту вот ссылку вы можете передавать друзьям, вставлять свои посты в Инстаграм, формы рассылки, куда угодно. То есть передавать непосредственно вот эту вот ссылку еще раз. Она у нас классически вот здесь вот в имени пользователя. Скопировали, вставили. Итак, вот 10 шагов. Прямо в базе собрать чат-бота. То есть открываем SendPool, срегистрируем про бот-фазы. Еще раз, если где-то не уловили, пересмотрите этот кусок, где взять ключ доступа. Дальше программируем стандартный ответ, программируем нужные вам триггеры, учимся делать рассылки, как вы видели. Это делается достаточно просто. Пока смотрим, где у нас с вами расположена аудитория, где коммуникация с ней. И, соответственно, для базового первого чат-бота вам вот этих знаний достаточно. Если мы с вами захотим углубиться, понять, какие там еще есть функции, их очень много, как строятся всякие разные сложные сценарии. Ну, давайте я вам покажу на примере какого-нибудь чата-бота. Допустим, не знаю. Ну, вот такие вот всякие цепочки, смотрите, есть. Разные всякие. Это все можно потихоньку научиться делать. Но, да, сегодня у нас с вами такой задачи не было. Сегодня была задача научиться собрать прямо в базе, в базе. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Дальше можно улучшать навыки. Захотите, сделаем доп вот такие вот 30-ти минутки. Ну, сегодня 40 минут, к сожалению, получилось. Сделаем доп по отдельным функциям. Я думаю, что задача с сегодняшней встречи мы справились, пошагово прошлись, да, посмотрели, что у нас с вами произошло. Вот, давайте теперь ответы, вопросы. О, Ростов супер, да. Мила, вперед. Пару слов. Хотя бы логика понятна, непонятна. Я понимаю, что кто-то успевал что-то делать, кто-то не успевал. Но вот просто дайте свою обратную связь. Если вы вот возьмете вот эту запись, возьмете чуть-чуть больше себе времени, не 30 минут, а час, сможете ли вы по этим шагам пройти? Понятно ли, несложно ли? Видите ли, в этом необходимо себе создать какого-нибудь ботика? Вот можно голосом, можно еще как-то? Как-то вроде бы несложно. Единственное, что у меня почему-то не редактируется сообщение. То есть я обновляю, запускаю, сохранить. А у меня вот как было изначально, почему-то как будто бы нет реакции. Но буду разбираться, еще запись смотреть. Мы сейчас с вами запись остановим. Сейчас быстро проговорим вопросы-ответы и на пару минут с вами останемся и посмотрим ваш экран. Да, Елена, все отлично. Давайте еще пару слов, комментариев. Можно письменно, можно устно. Да, все, спокойно сели, пересмотрели ролик. Мы сегодня постараемся их сразу залить. Так, а где можно будет запись посмотреть? В чат-боте RaftingBot. Как вы сегодня попали к нам на мероприятие. У нас там есть как раз-таки триггерное слово, называется материалы. Если вы пишете чат-боту слово материалы, и менюшка уже есть материал, вам выдастся сегодняшняя запись. Вот. Хорошо, спасибо. Да, главное, смотрите, где вам, в чем это может быть полезно. Я думаю, сейчас можно подумать, посидеть, какие-то задачки с себя снять с помощью вот этого же чат-бота. Где-то, может, e-mail рассылки убрать. Да, видите, мы там на те же Rafting Days на встрече убрали e-mail рассылки, например. То есть мы вас сегодня по e-mail не информировали, что будет встреча. Все, мы с вами собрались в чат-боте, и уже спокойно вам через него кидаем ссылки, информируем и прочее, прочее. Вот. Посмотрите просто по своим проектам, переберите свои проекты, посмотрите, какие у вас запросы самые популярные. Может, к вам постоянно каждый день звонить по 15 человек и спрашивать, где взять ссылку. Ну и зачем вам это надо? Проще один раз их спрограммировать, отправить на чат-бота, пусть они там ищут эти ссылки. Там записи каких-то встреч, еще чего-то. То есть функционал огромный, там можно строить целый космос внутри чат-бота. Вот сегодня мы с вами начали с базы. Дальше будем углубляться. Будет необходимость также рафтинг-боту пишите в ответ. Можно писать вопросы в чат-бот, соответственно, какие-то идеи писать по следующим встречам. Мы с вами встречаемся, напоминаю, раз в два дня. Следующая встреча 7 марта, также в 16.00. Будет Марина Михайлова у нас в эфире. Будем говорить про то, как поставить задачи и проконтролировать задачи в планфикс. Такая у нас будет 30-ти минутка про то, как вообще мы работаем в планфиксе. Помогает нам, это мешает. Тоже 10 шагов для того, чтобы его завести и каким-то образом контролировать работу команды. Все, все анонсы будут в рафтинг-боте. Целую, обнимаю. Всех девочек с нашим прекрасным международным женским наступающим. Всех мальчиков тоже. Так, и я останавливаю запись. Кто хочет остаться, посмотреть, что мы сейчас с Наташей будем нажимать, вы можете это сделать. Poke. Редактор субтитров А.Семкин